Давай! О, спасибо! Панда кидается тачками. Панда хобби сегодня у нас 1 к 18 масштаб и давайте быстренько ее распакуем из коробки. Так, все. На этом закончена распаковка и можно ездить. Ну, в принципе, 18 масштаб, как говорится, не 24-й и тачка приличного размера. 24-й все-таки такие коротковатые, буквально 20 сантиметров. Здесь колесные... нет, 12, наверное, сантиметров. Да, они там идут 12-15 сантиметров, а здесь колесная база, только 150 миллиметров. Да, это круто. Итак, значит, цена. Цена какая всех интересует? Сколько стоит эта тачка? Друзья мои, под видео ссылочка на эту тачку есть, так что просто ценники меняются, да, и как обычно вы не любите, когда я говорю в долларах, поэтому переходите там, смотрите на Banggood. И вставлю ссылки еще на другие машинки, какие-нибудь 24-й масштаб. В общем, мелкоту, потому что впереди зима, хочется погонять дома хотя бы, да, а не по улице, потому что там снежище и все. И поэтому вот, пойдут. Светодиоды есть в комплекте, которые можно поставить вот сюда вперед и куда-то подключить. Ну, наверное, в приемник, хотя, наверное, приемник здесь два в одном с регулятором. Сейчас будем разбираться. Катается от двух баночных аккумуляторов, ну, это литий-ионные, да, у нас 7,4 вольта, 500 миллиампер часов, две штуки в комплекте, зарядка в комплекте, фары в комплекте, баллонник в комплекте, проставки для амортизаторов в комплекте, плюс еще какие-то крышечки на колеса, да, для большей копийности в комплекте, наклейки, Panda Hobby нам предлагает, смотрите-ка, но надо вырезать, да, для лентяев, как и Томия, и аппаратура управления. По-моему, трехканальная, потому что сказано, что можно управлять вроде светом с аппаратурой будет. Ну, посмотрим. То есть, есть какой-то свитч там этот или нет, в общем-то, будет видно. Хотя, Channel 3, а, ну да, вот даже нарисованы фары, и плюс написано 3 скорости, там по-английски написано, я-то как бы, сами знаете, китайский, японский, и все. Написано что-то 3 скорости, вручную, что ли, переключение. И реально на аппаратуре здесь коробка передач, low, high, low, middle, high. Ну, это, наверное, двойные расходы, потому что, ну, вряд ли здесь трехскоростная коробка, и сервы, и они будут переключаться. Это просто двойные расходы, и все. Не более того. Инструкция в комплекте есть, да, она здесь и про тачку, и про аппаратуру тоже вместе. Цвет красный, и... и какой еще? Ссылка внизу есть, посмотрите, какой цвет еще есть. Да, напишите в комментарии для других кого-нибудь, кого это интересует. Я просто не помню. Итак, а, ну мы подключим, да, сюда свет. Вот такие вот бух-бух на балдажнике будут стоять. Будет прикольно смотреться, потому что изначально света никакого нету. Итак, что мы видим? Здесь сама рама металлическая идет. Тяги идут 4 спереди, 4 тяги сзади пластиковые. Полные блокировки, то есть перед-зад. Внутри, я думаю, пластик, то есть все шестеренки должны быть пластиковыми. Вряд ли здесь какие-то металлические. Карданы идут пластиковые, но я думаю, этот двигатель не убьет их. Рулевая тяга пластиковая, причем такая, ну, хлипенькая, хотя эта серва вряд ли с ней справится. Сервопривод самый обычный, 9-граммовый, который стоит, там, не знаю, полтора-два доллара сюда ставится и все. Двигатель 51Т. Ничего себе, да? Обычно на такой мелкоте, на этих мелких двигателях ничего не пишут. А здесь написали. Плюс еще какая-то металлическая стружка. Интересно, откуда. Вы смотрите-ка, моторама тоже металл. Значит, сама редуктор, я думаю, внутри пластик тоже, скорее всего. И, да, аппаратура и приемник. Здесь два в одном и куча каналов. Смотрите-ка, у нас 6 свободных каналов, получается. Один занят у нас. И смотрим инструкцию. Получается, брейк-функшн. Это шестой. Шестой, значит, да. У нас есть здесь специальная перемычка. Значит, это брейк-функшн. Он-оф, джампер ставим. Это тормоз с двигателем, грубо говоря. Потом пятый. Это LED-реверс. То есть, задние светодиоды. Они докупаются уже отдельно назад. Потом четвертый канал. Это LED-брейк. Ой, LED-реверс, LED-брейк. Ну да. Тоже отдельно, что ли? А, ничего себе они. Третий канал. Значит, Headlights, это как раз первые спереди будут фонари. И да, их можно тогда управлять точно 100% с аппаратуры. Второй канал Frottle Channel 2. Но у нас здесь подключен он по-другому мотор. Потому что это у нас 2 в 1. То есть, это если, наверное, отдельно. И первый канал Steering. Steering уже отдельно подключен. Потому что это не 3 в 1. Это всего лишь 2 в 1. Хотя 3 в 1, наверное, уже пора делать. То есть, и сервопривод, и регулятор скорости, и приемник. Ничего себе. Еще и мотор добавьте. Вообще просто будет. Итак, что касается колес. Есть вставки. Внутри поролоновые. Резина жестковата. Не самая жесткая, которую я видел. Но жесть. Жесть прям резина. Ну, жестковата, да. Я думаю, такая не будет сильно проминаться. Вес машины ни о чем. Амортизаторы. Амортизаторы залиты. Да, внутри есть масло. Плюс есть также проставки для амортизаторов. И что еще у нас? Стойки 2. Все пластик, пластик. Но в остальном все пластик. То есть, больше ничего здесь и нет. Кнопочка on-off. Кстати говоря, и удобно. Здесь нет никаких подкрылков. И удобно будет включить и выключить. Итак, значит, вот такая тачка получается. Я думаю, пора уже, наверное, заряжать эти 2 мощных аккумулятора. И тестить. Так, фары поставлены. Ух, какие громенные, да? Ну, давайте посмотрим, на что способна тачка. Итак, это вот максимально плавный ход. Давайте сразу со скоростью разберемся. То есть, сейчас это третье положение. Максимальная скорость. Двойные расходы в третьем положении, грубо говоря. У них написано, что это для профи. Вот. Потом мы переводим вот здесь. Вот на пульте. Видите, low, high, middle. Переводим в middle. Перевели в middle. Low, теперь средняя скорость получается. Ну, и так это, если вы уже научились ездить, на них написано, то вы можете уже гонять. Вот. И теперь для новичков мы переходим в режим low. Вот так вот. И вот он режим low. Типа, это для новичков, чтобы натренироваться, научиться ездить на машине и все дела. При этом тяги как бы будет мало. Куда-то запрыгнуть у вас вообще не получится. Но по прямой поездить сможете. Блин, вот максимально плавно пытаюсь ехать, но газ такой, знаете, вялый-вялый прямо. То есть, вот жму, а толка нет. И вот поехали. Вот это самая плавная езда на этом автомобиле. Ну, в принципе, неплохо. Но обычно плохо себя начинает показывать. Только вот задний ход вообще пропал при повороте руля. Во, видите? Хопа, и пропадает. То есть, это когда на low. Естественно, мы ставим high, чтобы тачка была быстрой, резвой и могла везде карабкаться во все горы на полном газу. Вот. Но, в принципе, вот она медленная езда. Но, опять говорю, то есть, по прямой, медленно, ну, неплохо. Но сейчас покажу, что будет на препятствиях. Вот, к примеру, берем такое препятствие. Давай смотреть, на что ты способна. Так, полные блокировки напомню. И максимально плавно стараюсь. Сели на брюхо. Блин, ладно, не то препятствие, где можно показать всю плавность. На брюхо сели, поэтому с прыжка придется. И давай. Ох, смотрите, перерывает-то, а? Резина-то. О, ходы подвески. Блин, ну, подвеска ни о чем, конечно. Ну, понятно, вес машины. И вот. Ну, такая резкая становится. Итак, попробуем чуть-чуть грязь взять. А, ну, здесь застывшая еще, ладно, нормально. Но сейчас мы возьмем какую-нибудь жижу, чтобы понять, на что способна тачка. Вот так вот она выглядит. Ксерва справляется, причем без проблем. Очень шустрая. И показалось мне, выворот неплох. Видите, вот, вообще. Хоп-хоп-хоп. Прям вообще к серве не придраться. Самая дешевая, а тут особо тягать-то и нечего. Так, небольшой грязевой участок. Но, я честно скажу, эта тачка не создана для гряземеса, как десятые масштабы, да? То есть, это все-таки такая мини-трофеечка для домашнего использования. Но мы загоним в грязь. И все. И мы приехали. То есть, видите, чуть-чуть дал газа, и встряла тачка. Хоп-хоп. И движок, конечно, не едет. То есть, какая-то пауза, и потом перезагрузка. Опять роем, и опять встала. На газ не реагирует. Ну-ка, раскидаем грязюку. Вау. Сами понимаете, двигатель очень маленький. Он не способен, чтобы перерывать всю эту грязь. Хопа. Прыжок. А вот для прыжков таких, да, тачка готова. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И... И засели. Ну вот давайте заедем, попробуем вот здесь вот. То есть, максимально плавно. Вот максимально плавно стараюсь, 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 еще стараюсь. Стараюсь, и сели на брюхо. Хотя, блин, шел по-касательной, но как-то снесло. Попробуем взять горищу. Без вопросов. Нет, вопросы есть, но резина, честно скажу, забитая, да? То есть, по сухой бы поверхности на сухой резине нормально. О, тяга, 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 смотрите. Видите? Не едет. Тяги не хватило. Но сейчас заехала. И съезжаем. Дед сидит, а ну что ж такое-то? Не люблю мелкие масштабы, потому что для них препятствия должны быть такие же мелкие. А выходя на улицу, мелкие препятствия найти для них это крайне сложно. В этом плане с десятками намного проще. То есть, вот обычное бездорожье, оно и так по себе мелкое, само по себе. Поэтому в идеале для этих тачек строить какие-то препятствия самим, чем я, собственно, займусь, скорее всего, зимой. И на тех препятствиях уже ездить. И вы там получите как бы удовольствие, грубо говоря, в помещении, дома и где-то. А на улице катать такие мелкие масштабы, я считаю, смысла нет. Итак, подъезжаем к мощному съезду. И сейчас мы посмотрим на всю мощь данного автомобиля. Не, на скорости все пролетит, конечно. Хочется больше копийности. Но, видите, копийность не получается, к сожалению. Блин, вообще ходов нет. Вообще веса не хватает, чтобы как-то промять пружины. Никаких проставок не ставил. В общем, все полный сток из коробки. Хопа! Посмотрите у меня обзор на Suzuki Jimny 2020 от Kyoshi. Мне кажется, тачка интереснее. Подороже, согласен. Но в плане копийности, в плане ездовых характеристик на ней поинтереснее. Хотя масштаб там 1,24. Здесь все-таки идет 1,18 и чуть-чуть побольше. Но сравнительный тест, я думаю, можно будет потом сделать. Вот так вот выглядит в помещении. Давайте попробуем. Вот на таком вот мега препятствии. Что из себя покажет. Значит, сразу опять повторюсь. Я делаю все максимально плавно. То есть мы поймем с вами плавность данного автомобиля. Способен ли он карабкаться, как настоящий рок-краулер. Или это будут вот такие вот резкие прыжочки только. И все. То есть, смотрите, упираемся. Жмем потихонечку газ. Ну, вот так вот. Вот так вот можно ехать примерно. И давайте вот сюда. Я не могу сказать, что он какой-то плавный. О-о-о-о! Но резину сносит на раз. Опаньки! Нормально. И, наверное, сел на брюхо, как я и думал, да. Ну, давайте-ка подставим ему сэн-траки. Итак, первый шлак-трак. Сэн-трак. Блин! Не входит, представляете? Колесная база 150 и сэн-трак не помещается. Потому что сэн-трак сам примерно, наверное, такого же размера. И... О-о-о-о! Сэн-траки рулят. Но не до конца. Вот до конца. И царь горы. Царь горы добрался. Добрался до не до конца. Опять вот, переето. Перескочил. Ну, что я могу сказать? Ну, как-то так себе, конечно. Не очень-то. Знаете ли. Ещё раз показываю. Вот ходы, кстати говоря, подвески. Видим, да, насколько ниже колесо заднее по сравнению с передним. Переднее практически уходит в бешеную арку. Но это не так. И... Мостом цепанёт, наверное, по бочки. Блин! Вот это монстр. Он просто сносит всё. И я сейчас на расходах high. То есть, на самых мелких вообще здесь не вариант. Он не поедет. Средний, ну... Практически то же самое, наверное, как и high. Ну да, вот так вот. Ну и давайте попробуем заехать вот в такую вот горку. И опять же, плавненько, плавненько, плавненько. Ну вот максимальная плавность, что получается. И без проблем. Без проблем. Вообще забирается просто. А съехать получится? Ну-ка, давай. Видите, вот рывок. Жму максимально. Ну вот не нравится. Не нравятся мне вот такие автомобили. То, что они всё-таки не супер плавные. В этом плане киёшка куда лучше. Джук. Ну так понакатанно это уже нормально, да? Оп! Я в обраточку. Ну, кстати, свет почему-то так и не выключается. Я не понял. Я перетыкал его во все каналы. Но ничего не срабатывает. То есть, есть вот там специальное освещение. Channel 3 стоит в третьем канале. Но совершенно не хочет выключаться. Непонятно. Ещё один экстремальный подъём. Но он уже будет не очень простой. Это не просто вам заехать и проехать. Здесь нужно заскочить и проскочить. Так, давай-давай-давай, панда. Бешеная панда мчит. О, неплохо! Я думал не справится. Видите, здесь специальный такой обрыв. Точнее, яма. И... Отлично, отлично. И давай... И съездик даже получился не садиться на брюхо. А смотрите, задний свет какой огроменный. Что сейчас будет? Даже интересно. Я сейчас постараюсь плавно. Блин, ну передок, конечно, упадёт, наверное. А-а-а, соскочил передок, а так бы не повезло на самом деле. Хоп, и съехали. Ещё раз в этот момент про задний свес. Смотрите. Если не быстро мы будем соскакивать... И... Ну нет, съехал, да. Но я думаю, есть шанс всё-таки повиснуть. Вот на этой части и висеть. Ну что, панда хобби, ну такая, середнячок, честно сказать. Больше плавности бы и было бы прям хорошо. Потому что и сервопривод радует здесь, справляется. И скорости достаточно. Плюс двойные расходы там для новичков. Всё это есть. Освещение есть. Много каналов подключить, задний свет. В общем-то, в принципе, неплохо. Но плавность, плавность вот на таких тачках, это прям самое главное, что должно быть. Но здесь, к сожалению, она отсутствует. Да, вот эти резкие рывки и пропадает какая-то копийность. В общем, друзья мои, ссылки есть внизу на данный автомобиль. Заходите, смотрите и также на другие подобные ставлю там. Так что тоже смотрите и обзоры смотрите, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор автомобиля. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok